так друзья с вами снова латуха слово снова видео из цикла об аппарате блоки bw8000 про сейчас мы будем его разбирать первое ой чуть я делаю отрубаем аппарат пока он отключается уже можно начать его малость разбирать сразу замечу что я разбираю с умыслом хочу все-таки понять в нем один микрофон или два полной разборки там со съемом экрана сейчас от меня не ждите если кому нужно это то это видео вам точно в этом не поможет так кстати опять камеру забыл опустить напоминаю разборка ознакомительная если кому-то наш нужно больше то ищем следующее видео если вы это делаете спустя время может быть они уже есть я соответственно пока не имеют таких видео не имеют машины времени так что это я удалил теперь не отсюда это с боков сейчас тогда откручиваем боковые накладки блин резинка там осталось вылазь вытащил если кто-то там парит что вот этот разборка то что я делаю это обязательно бред это все если вы уверены что у вас нормальный аппарат у вас есть на него гарантия в лучшем случае можно винтики подтянуть немножко поскольку китайцы они почему-то все время расслаблены и свободно пользоваться что я изначально принципе сделал но теперь мне все-таки интересно что у него с микрофоном поэтому я все-таки его разберу но и у меня плюс есть вот этот вот косячный болтик который я уже китайцам сообщил шами брак подсунули посмотрим что ответит потому что как бы под ним ничего нет никуда не вкручивается просто в пустоту дай бог вам чтобы у вас такого не было блин еще кнопки разлетались да блин глаз одинаковая а случайно даже правильно положил вот все убираем смотрим что под ней но я бы сказал что это судя по кнопкам исправленная немножко версия кнопок с b8000 все таки ну про не про неважно то есть они их еще одной пленочкой прикрыли но суть осталась та же и вот какая-то скотина которая собирала она тут капельку клея капнула чтобы крышка хоть как-то держалась там где шуруп никуда не вкручивается я всего блогом расскажу то есть господа судя по всему брак бывает так что проверяйте набрак прокладки кстати стали более цивильные попробую навести зум чтобы форму увидели надеюсь видно что она уже такая угловатая она уже не кругленькая там болты вы балды вырезанная сейчас вот она прямоугольная то есть прокладочки стали лучше молодцы ребята хотя бы в этом ладно продолжаем ну кстати да замечу что здесь и вот здесь ой вот шурупа разные по обиде не надо пытаться одной биты все крутить как я раньше когда-то на bv6000 делал я подобрал биту которая подходила и туда и туда в результате я посадку в одном шурупе немножко испортил все-таки они там на какие-то доли миллиметров разные в наборах обычно есть биты и под то и под это так вторая накладка тоже готова ну и смотрим сканер отпечатка в принципе можно поправить то что я говорил что он меня ушка перекошенный вот его здесь при приклеивании можно легко поправить то есть накладывать накладочку железную проверять если криво убираем прокладочку точнее накладочку и только еще корректируем так берем следующую биту который уже подойдет под эти шурупчики и ковыриваем уже эти шурупчики они уже так помощнее выглядят не выкрутил то есть этот обязательно до конца выкручивать прокладка его не держит это хорошо ну что интригующий момент сейчас будем открывать блин стрёмно первых кто вынимается должен экран то есть вверх или низ 1 это вот вопрос сейчас мы это методом тыка все и узнаем лишь бы аппарат пережил этот метод тыка блин честно наши руки затряслись почему-то создается впечатление что аппарат монолитный блин не дай бог так ищем глазами шурупчики нету больше да нет вроде больше нет чего же он открываться не хотят значит очень плотно собран что ли или у него зажимки по моему него из зажимки так шлейф какой-то идет открывая надо быть аккуратным вот он шлиф приклеенный на токопроводящим скотча ага то есть мы сняли экран то есть в этом аппарате экранный модуль будет легко сменной ладно положу пока как говорится пока не сломал вот у нас датчики приближения и всего такого блин а как же это микрофон это доберусь чтобы понять есть а микрофон 2 или нет на облаке меня удивили тут все наоборот собрано вот наш динамик разговорный отверстие под камеру что у нас а диодика оповещений походу да вот нижний микрофон и верхний микрофон а он у меня не работает нормально вот верхний микрофон ну блин господа я не знаю он нас камера основная и и маркировка но блин придется что ли материнку снимать козлы короче все понятно да нет в то же время стремно блин снимешь чуть не так развалится все это баба лайк попробуйте что ли педаль какой-нибудь поджать извините я вот а вот микрофончик говоря здесь может быть просто его тупо забыли подсоединить но надежда умирает последний шлейф на своем штатном месте принципе попробуй все таки открою блин тогда кнопки то наше такое короче господа по моему разбираемость тут похуже будет тут мне по любому нужно разбирать очень глобально нет я туда не полезу буду давить на совесть black потому что микрофон в наличии но он не работает вот микрофон как я понял всякая не кнопка сброса же больно шлейф широкий вот камера под ней еще что-то блин не друзья я туда не полезу я боюсь аппарат пока работает хорошо ладно изучаем что у нас по поводу герметичности здесь вот была какая-то пластмассовая опилка она могла дать немножко протечки но не воды а конденсата здесь нормально то есть по всему кругу в принципе нормально так почему у меня шуруп не крутился вот вопрос а ну значит банально резьбу сорвали то есть втулки тут везде есть но раз шурупчик не держит значит надо поменять его на более толстый или деформировать втулку вспомнить бы какая так закрываем по моему вот это открываем смотрим на нее внимательно то есть черт я знаю это обычная втулка блин не деформировать ее это не вариант капельку клея что ли туда капнуть чтобы он застыл и мешался ладно короче вот аккумулятор кстати нижние кнопки кстати он открыто и легко отщелкиваются с ними проблем не будет аккумулятор на bv6 тысячный не похож я думаю не подойдет а вот здесь вот реально что-то должно подключаться а его нет здесь обратите внимание как будто готовый порт расширения под что-то еще а этого что-то еще тут не положили видимо опять унифицированные платы на несколько моделей ладно все перестаю маяться дурю пробует устройство обратно собрать если она конечно захочет вот вроде собрал то есть при хитрость в том что нужно сажать сначала вверх вот это место сначала так вот под наклоном быть и кладешь и тогда собирается без проблем ну что тогда все продолжаем айцедуре собираю это дело и понимаю что если вот хотя бы под одним винтиком вот здесь нет прокладки вы получаете протечку если протекает вода под кнопки по идее вы ничего не получаете то есть они защищены и от платы от внутреннего корпуса они заизолированы также как и здесь соответственно соответственно если этот у меня шуруп ни хрена не держится но под ним есть прокладка которая герметизирована то в принципе я ничего не теряю кроме внешнего вид то что шурупчик будет там чуть не дотянутый как говорится на внешний вид нам наплевать да и тиджишь вашу ж мать все аппарат собираю я думаю нет уже смысла делать дальнейшее видео это была первичная неполная разборка в которой мы увидели что аппарат все-таки по ремонтопригодности похуже будет чем бы в 6000 но экранный модуль меняется еще в разы проще хотя подождите проще нифига шлейф то у нас спрятан под корпусом значит та же хрень значит на мой взгляд этот аппарат по ремонтопригодности хуже чем предыдущие модели то есть тут по-любому нужно будет снимать кожух с процессора и всяких там памяти и платы так далее уже поднимать стёгивать шлейф снять этот кожух в принципе относительно несложно но если некоторые люди мне пишут и говорят что они в рукожопы ой я думаю они там натворят делов так что вот таким людям мне кажется этот аппарат лучше не разбирать лучше идти в сервис к людям которые не рукожопы ну и так же конечно обидно что вот сюда вот добраться сложно но я хотя бы узнал что вот это вот все-таки микрофон а вот это вот видимо уже либо барометр либо кнопка сброса тут уж надо производитель узнавать короче всем покеда это был наполовину разобранный black и bv6 8000 pro и это был латуха надеюсь на подписку надеюсь что будете смотреть дальше мое видео но я дальше продолжаю изучать этот аппарат всем пока удачи и надеюсь что будем на связи